МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ Это 2020 год. К сожалению, мы все знаем причину, все, что отменилось, все, что принеслось. Должны были два очень серьезных моих творческих юбилейных вечера состоятся здесь, в родном моем театре. Это 24 апреля в прошлом году. Я серьезно готовился к 75-летию победы. Специальной программы. Потому что война... Сейчас вы все ахнете. Я родился всего через 5 лет после окончания войны. И меня это затронуло конкретно. Я чуть попозже об этом скажу. Поэтому 24 апреля должен был быть этот, посвященный 9 мая, замечательным программам. Я это не отменил. Это будет обязательно. Честь памяти погибшим участникам ветеранам войны. А в ноябре в прошлом году мы должны были встретиться торжественно на моем юбилейном вечере. А вечера у меня, юбилейное, продолжается прямо еще и здесь, в банкетах. Но, к сожалению, к нашему несчастью, лично моих приятелей, знакомые, да и друзья, и родственников моих близких, друзья, ушли в мир и ноль по причине этого проклятого коронавируса. Поэтому, я так подумав, решил с этого момента задумать и осуществить новый проект по волнам моей памяти. Чего я сегодня начну. Там будут разные программы. Приглашаю на эти вечера. Так, то, что я сейчас пел, «Трако Брдобалкарию», это, скорее всего, конечно, нашу любимую республику. Отсюда я очень много раз уезжал на разные гастроли, в разные места, по всему Советскому Союзу и дальше, представляя наш любимый родной театр и республику. Но, самое родное для каждого человека, я считаю, истоки, откуда он, где родился, вырос, никогда этого нельзя забывать. Я сразу хочу вам сказать, я так страшно радуюсь, когда об этом я говорю. Я из тех кабардинцев, которые живут за телеком. То, что мы называем федерским. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Юрьевич Герман, это некий русский поэт, не буду обижать тех, которые здесь малы кабарды, даже отметил отдельно кабардинцев, которые за телеком. Как он это сказал, я не скажу. Это прошу, как ясно. То, который заинтересуется, я покажу. Поэтому моя родина, это родился Абиважа, село Абаева, который назван урожайным по-русски почему-то, а вырос в маленьком Абиваже, Абиважецку. Это 42 километра от этого большого мельхудейства вверхи Макбашова. Вот там все мое детство, все там, все там, и моя родина. В моем детстве там было, наверное, 50 дворов, а сейчас мы разросли здесь 96 дворов. Некоторые, которые сидят из больших сел, здесь смеются, наверное. Это один факт из вашего села. Но я говорю так, не обижайтесь, но 96 дворов, запомните эту цифру, академик-биолог Юрий Хукштов, жив-здоров, слава Богу, несколько докторов наук, кандидатов наук, 96 дворов. Вот тут повнимательнее. Трехкратный чемпион Европы, чемпион Олимпийских игр в Пекине, Асламбек Хукштов. Это наш белорусский. Ну и я с вами, мы вам не говорили. Никогда не забыли. Поэтому, чтобы вы точно знали, откуда я, я с большим удовольствием есть у меня песня на эту тему. Моя Родина Абиважа. Поехали. Каждый из вас, наверное, на акшет и подумает, Боже мой, какой он три. Так, представьте себе, вот наше маленькое село, когда маленьким, совсем маленьким был, соответственно, в каждом селе был свой сельский клуб. И все работало. Наш маленький клуб от телека это 8 километров, абсолютно бездорожье, на всю жизнь запомнил имя механика, который нам на велосипеде привозил фильм. Через дождь, снег, не имело значения. И привозил все время три фильма. Не менялось ничего. Чапаев, гражданская война, Александр Пархоменко, гражданская война. И представьте себе, как это получилось, я не знаю, замечательный музыкальный фильм о любви. Фильм так и называется «Песня первой любви». 1957 года выпуска. Но, я уже говорил о совсем маленьком. Но этот фильм, конечно, к нам, наверное, где-то в 60-х годах, наверное, показывали уже поселом. Вот с этого фильма все у меня не началось. И с этого фильма я сейчас вам спою замечательную песню. «Песня первой любви». «Песня первой любви» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И в Казахстан! И в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! АПЛОДИСМЕНТЫ